Более 132 миллионов людей по всему миру начали смотреть игру в кальмара на Netflix в первые три недели после выхода сериала, сообщает Bloomberg. Еще ни один проект платформы не становился успешным так стремительно. Впрочем, своего часа корейский триллер ждал долго. Сценарий сериала режиссер Хван Дон Хёк написал еще в 2008-м, но тогда корейские продюсеры не рискнули финансировать съемки, посчитав сюжет слишком жестоким. И он действительно не для слабонервных. Погрязшие в долгах люди ради внушительного денежного приза добровольно соглашаются принять участие на первый взгляд в детских играх. Только вот проигрыш будет стоить им жизни. Сериал оказался в нужное время в нужном месте, то есть в эпоху стриминга, социальных сетей и пандемии коронавируса, спровоцировавший экономический кризис. Именно так эксперты, занимающиеся анализом современной поп-культуры, объясняют успех игры в кальмара. Вышел сериал, часть людей его посмотрела, кто-то начал говорить о нем в соцсетях. Так все и начинается. Уже затем о нем рассказывают в вечерних ток-шоу и в других программах. В какой-то момент о сериале уже говорят абсолютно все. Сейчас на стриминговых платформах огромный выбор контента, поэтому здесь важно, что именно обсуждают в соцсетях, где информация крайне быстро распространяется. Что именно так всем понравилось, тоже очевидно. Люди легко ассоциируют себя с этими героями. Им интересно смотреть, как герои оказались на грани финансового коллапса и как они с этим справляются. Сыграла свою роль и победа на Оскаре в 2020 году южнокорейской драмы «Паразиты». Фильм стал первой в истории ленты на иностранном языке, одержавшей победу в категории «Лучший фильм». Американцы долгое время были известны своим упорным нежеланием знакомиться с иностранным продуктом. Мы занимаемся экспортом кино и сериалов, но редко смотрим что-то зарубежное. Тем не менее, отношение американцев к иностранному кино медленно, но верно меняется. Теперь его смотрят как с субтитрами, так и с дублированным переводом. Фанаты игры в кальмара одними лишь обсуждениями сериала не ограничиваются. Так, например, в одном из кафе в Пекине проводят мастер-классы по приготовлению сахарного печенья, того самого из сериала. Я посмотрела сериал и он мне показался очень интересным. Меня особенно впечатлила серия с печеньем. Среди наших посетителей много молодых ребят, которые тоже фанаты этого сериала. Так что мы решили дать им возможность приготовить это печенье самим. А в Москве посетителям сети корейских кафе предлагают сыграть в игру с печеньем, подобной той, что была в сериале. А именно при помощи одной лишь иголки вырезать из печенья заданную фигуру, ни отколов ни кусочка. Игры по мотивам сериала устроили и в Абу-Даби. Все участники должны были сыграть в пять игр, показанных в телешоу. В проигравших участников стреляли поролоновыми шариками, что, впрочем, нисколько не сбавило градус напряжения. Это было очень тяжело. Сначала я относился к этому как к обычной игре, но потом ситуация становилась все более стрессовой. Особенно игра с печеньем. Мы просто все тряслись. Не только я. Все. Появится ли второй сезон игры в кальмара, еще не ясно. Ни создатели шоу, ни Нетфликс пока никаких заявлений не делают. Но, учитывая информацию Блумберг о том, что доход Нетфликс от сериала составит около 900 миллионов долларов, продолжение, скорее всего, не заставит себя ждать. Карина Бафраджан, Давид Гагухин. Настоящее время Америка. Вашингтон.